Конечно, учиться, развиваться и становиться лучшей версией себя нужно всем и каждому. В частности, студентам онлайн-курсы могут помочь перезачесть соответствующие дисциплины в ВУЗе. Взрослые люди проходят онлайн-курсы для того, чтобы освежить свои знания или получить какие-то дополнительные навыки в своей текущей профессиональной деятельности. А многие и вовсе с помощью онлайн-курсов меняют свою профессию. Ну и, конечно, всем и каждому будет полезно проходить онлайн-курсы для расширения кругозора. Ведь это так просто. Для этого нужно лишь иметь доступ в интернет и немного мотивации. Для начала нужно определиться, что же мы хотим иметь на выходе. Если мы хотим получить конкретные навыки в каких-то предметных областях, то мы идем на такие специализированные платформы онлайн-обучения, например, SkillFactory для программирования или Skyeng для изучения английского языка. Если мы хотим освоить вузовские программы, то можно обратиться на платформу онлайн-обучения при университетах или, например, на платформу Открытое образование. Если мы хотим стать успешными на рынке труда и поработать с реальными кейсами, то можно проходить курсы крупных компаний, например, Microsoft на платформе EdEx и курсы от Google на Coursera. Дальше необходимо определиться с удобным форматом обучения. Форматы онлайн-обучения бывают следующие. Вебинары, обучение один на один с учителем, массовые открытые онлайн-курсы с заранее установленным графиком или обучение в свободном режиме. Каждая из платформ специализируется на своем формате. В качестве следующего шага определитесь, требуется ли вам сертификат о прохождении курса и сколько денег вы готовы потратить на обучение. Многие платформы предлагают свои курсы на бесплатной основе, но иногда есть возможность получить сертификат. Например, на платформе Открытое образование сертификат для всех курсов стоит 1800 рублей. И, наконец, ознакомьтесь с отзывами пользователей платформы и оцените рейтинги. Конечно, это не ключевой показатель, но в них иногда можно найти действительно полезную информацию. Тематикой, платформой и форматом определились. Теперь перейдем к выбору курса. Для начала ознакомьтесь, какие требования, какие знания и навыки необходимы для поступления на курс и убедитесь, что вы им соответствуете. Найдите в описании курса планируемые результаты обучения. Хорошо, если там будет указан список конкретных инструментов, которые вы освоите после прохождения курса. Оцените недельную нагрузку и длительность курса в целом. Убедитесь, что вы готовы заниматься в предложенном темпе. Также познакомьтесь с командой курса и авторским коллективом. Команды иногда бывают действительно выдающиеся. Например, курс «Как выигрывать соревнования по программированию. Секреты чемпионов» от университета ИТМО преподают единственные семикратные чемпионы мира по программированию. Опять же, не забудьте про рейтинги и отзывы. Еще один интересный показатель – это сколько слушателей записалось на курс в целом. Некоторые платформы афишируют эту информацию, и она поможет определиться с тем, какой курс наиболее популярен. Мировая статистика онлайн-обучения показывает, что, к сожалению, не все записавшиеся слушатели на курс доходят до его финала. И на то есть несколько причин. Одна из них – это попытка успеть все и сразу. Слушатели не определяются с целью обучения, записываются сразу на несколько курсов, рассеивают свое внимание, то есть попытка угнаться за несколькими зайцами одновременно. Мой совет новичкам – выберите один наиболее привлекательный для себя курс и освоите на нем формат онлайн-обучения в целом. Поддерживать мотивацию и самоорганизовываться даже в рамках одного курса – дело непростое. Как только вы почувствуете себя более комфортно, добавляйте нагрузку. Тем, кто уже готов освоить целую профессию, стоит попробовать готовые траектории – цепочки курсов, следующих друг за другом. Зайдите на платформу edx.org и откройте вкладку Professional Certificate Programs. Гиганты в сфере бизнеса и образования уже подготовили эти траектории для вас. Четко определите цели обучения и только после этого подходите к выбору платформы и курса. Адекватно рассчитайте свое время и силы, составьте график обучения и старайтесь ему придерживаться. Если требуется, придумайте систему вознаграждения за свое усердие. Избавьтесь от отвлекающих факторов. Переведите все свои девайсы в бесшумный режим. Присоединитесь к комьюнити курса. Общайтесь с единомышленниками. Включайтесь в командную работу. Помогайте сокурсникам. И сами не бойтесь просить помощи. Иногда опыт других людей и полезный совет могут быть действительно вдохновляющими. Не бойтесь ошибаться, ведь ошибки тоже формируют ваши знания. Попробуйте хоть раз дойти до финишной прямой. И тот азарт, который вы получите, зарядит вас на будущее достижение. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова